Владислав Селезнев с нами на связи, военный эксперт. Владислав, здравствуйте, приветствуем вас в эфире «Фридом». Да, добрый вечер и слава Украине! Героям слава. Давайте начнем с направления Лиманского. Украинские военнослужащие и украинские СМИ пестрят информацией о том, что российско-террористические войска меняют свое направление, главный акцент боевых действий, с Купенского направления на Лиманское направление. Напомню нашим зрителям, Лиман — это город Донецкой области, Краматурского района. Если мне память не изменяет, именно такого района. Говорят о высокой концентрации, собственно, сил террористического государства Российской Федерации и о том, что якобы россияне, возможно, готовятся к штурму и такого направления. Насколько российские возможности отвечают российским желаниям, скажу вот таким образом? И на самом ли деле российско-террористическая группировка войск, находящихся на территории Украины, готовятся к штурму и этого направления? Я думаю, необходимо уточнить для нашей аудитории, а почему именно Лиманское направление, почему в районе Бахмута идут такие ожесточенные бои и в районе Новомихаловки, это население на пункт низкой, южнее от Марьинки. По факту российская армия ставит перед собой очень амбициозную задачу. Они пытаются в рамках зимней кампании реализовать миссию по полной оккупации городской глоберации Славянска и Краматорска. И для этого готовят сейчас все основания для того, чтобы атаковать фактически эту глоберацию с трех направлений. Соответственно, от Лимана, и в настоящее время они формируют и ударный кулак, и, соответственно, формируют позиции для реализации этого плана. Затем с востока в направлении от Бахмута через Часов-Яр, и, соответственно, с юго-восточного направления от направления Угледарского выступа через Константиновку, и, соответственно, также в направлении Краматорска и Славянска. Противление, конечно, имеет весьма-весьма рациональное видение ситуации, но ключевое – а хватит ли ресурсов российской армии для реализации этого плана? Ответ на этот вопрос находится в следующей парадигме. Вопрос, скорее, даже не столько про российские ресурсы ныне является актуальным, а про возможности украинских сил обороны, в первую очередь, наши артиллерийские компоненты имеют достаточное количество средств, чтобы во всякий раз отбивать все вражеские атаки. Ведь это очевидно. Если Украина будет иметь достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов к ним, то у противника весьма-весьма призрачные шансы на успех. Если же нам этих ресурсов будет критически не хватать, то, соответственно, мы, скорее всего, видим свои маневренные обороны. И хотя многие западные эксперты уверены, что, скорее всего, статус-код в течение зимней кампании вряд ли изменится, а продвижение на фронте будет составлять буквально считанные метры, до нескольких сотен метров. Но, тем не менее, мы должны чутко понимать, нынешняя война – это война ресурсов, и, соответственно, успех, либо же не успех действий украинской армии на поле боя напрямую зависит от ресурсных возможностей. Хотя следует тогда должное темноциональное решение, которое принято высшим военно-политическим руководством нашей страны, я имею в виду комплекс мер, направленный на создание инженерной фортификации. Это, безусловно, серьезно помогает действиям наших сил обороны в находящейся стратегической обороне. И, в первую очередь, с помощью этих сооружений мы сохраняем жизнь и здоровье наших воинов, а, во вторую очередь, мы максимально замедляем продвижение российских локационных сил. Коротко, Владислав, о подтягивании российских ресурсов на то или иное направление без привязки сейчас в целом к Авдеевскому или прочему-прочему. Западные СМИ ранее заявляли о том, что в случае, если такая переброска происходит, то где-то будет слишком тонкая линия фронта. Это возможность для сил обороны Украины эту линию фронта прорвать. Как мы видим, что, несмотря на то, что происходит переброска с различных направлений, к примеру, на Авдеевское, с других, линия фронта не становится тонкой со стороны российско-террористического государства. Как формируются резервы российские? Кем заполняются вот эти пробелы, которые появляются вследствие отправки тех или иных военнослужащих государства-террориста на другое направление, в отличие от того, где они находились? Очень важный вопрос. На самом деле, ответ на этот вопрос состоит в заявлениях украинской разведки. В первую очередь, генерал Вадим Скибицкий ответил на этот очень важный вопрос. Он заявил буквально следующее. Ежемесячно в состав российской армии вливается до 30 тысяч тех самых чмотников. Причем немалая часть тех самых граждан Российской Федерации, которые привлекаются к выполнению задачи в рамках так называемой специальной военной операции, это добровольцы. Достаточно тяжелая жизнь, экономическая составляющая, обычно жизнедеятельность Российской Федерации, она состоит в том, что деньги на уровне 200 тысяч рублей, как то предлагает Российское Министерство обороны в гражданской жизни заработать в России на Украине сложно. Поэтому они соглашаются на такие аферы, как то участие в составе оккупационных сил в рамках так называемой специальной военной операции. А это значит, что 30-тысячная группировка ежемесячно пополняет ряды российских военнослужащих, российской армии, в том числе заменяет те потери российской армии, которые, безусловно, весьма-весьма велики. Мы сами ежедневно в режиме реального времени отслеживаем сводки украинского генерального штаба и потери российской армии от 600 до 1300 убитыми и ранеными. Собственно говоря, они полностью отражают кредитинальную кубайную ингредицию. Но это никаким образом не влияет на численный состав. Такие потери не влияют на численный состав российской группировки, задействованы в рамках СВО. Тот же, наверное, генерал Скобельский заявляет о том, что 462 тысячи на сегодняшний день российских военных случаях задействованы в рамках так называемого СВО. Плюс к этой цифре необходимо добавить позицию в 35 тысяч. Это российские гвардейцы, которые выполняют миссию оккупационного власти. То есть суммарно до полумиллиона российской армии, российских военных случаях задействованы на территории Украины в рамках так называемого СВО. Буквально месяц тому назад мы с вами оперировали цифры 450 тысяч российских военных случаях. То есть, несмотря на серьезные, колоссальные уровни потери, российская армия все еще имеет возможность увеличивать численный состав. Плюс, опять же, активно оговаривается вопрос о том, что, скорее всего, после окончания выборов президента Путина российская армия будет инициировать кейс масштабного призыва в свои ряды российских военных штук. Граждан Российской Федерации в статусе иммобилизированных на этот случай. И тут цифры называются разные. До нескольких сотен тысяч. Владислав, как раз спасибо за этот ответ. Но я просто немножечко хочу вернуться. Вот буквально несколько мгновений тому мы как раз говорили о смещении акцентов. Да, и все-таки действительно и спикер сухопутных войск вооруженных сил Украины Владимир Фитё как раз говорит о смещении в сторону Лимана. Но, но, хочу у вас все-таки спросить. Это же не означает, что возобновление наступления на Кубинском направлении, на Кубинск не может произойти в течение ближайших нескольких недель. Я так понимаю, что особого какого... Хотя, может, он и есть этот особый замысел у россиян, но вот особый замысел смени направлений, он как-то прослеживается? Либо же все-таки здесь все на самом деле абсолютно все просто. Россияне, как и ранее, ищут так называемые слабые места, как им кажется, в нашей защите и обороне. Цифры – упрямая вещь. Если мы с вами более детально рассмотрим отчеты Украинского генерального штаба за минувшие сутки, то мы там увидим следующие позиции. Активность боевых действий, равно как на Кубинском, так и на Лиманском направлении, весьма-весьма интенсивна. Это значит, что противник имеет ресурсы одновременно атаковать наши оборонительные рубежи позиции как на направлении на Кубинском, так и, соответственно, на Лиманском направлении. Хватает ресурсов, хватает и не людских ресурсов, хватает военно-технических ресурсов. А это значит, что ситуация на поле боя везде весьма-весьма напряженная. Вы совершенно верно подметили. Противник таким образом в том числе пытается найти слабину. Слабину в украинской обороне, дабы затем, имея более, скажем так, верифицированную и отличную информацию, принимать решения. Где им удалить, куда перебрасывать дополнительные ресурсы, чтобы, имея успех на том или иномоческом фронте, развивать тот самый успех. Но следует ли сейчас вести речь о масштабном успехе российской оккупационной армии? Нет. Продвижение российских оккупантов в настоящее время составляет от низких высадков до нескольких сотен метров. А это значит, что вязкая оборона, маневренная оборона в исполнении украинской армии, эффективная работа украинских партилеристов дает тот самый ожидаемый нам результат. Россия несут весьма-весьма существенные и болезненные от себя потери, но не имеют серьезных потерь, это, наверное, приобретение. Ну и насколько я, Владислав, спасибо вам за эти комментарии, потому что действительно незабываемый Авдеевку, потому что там ситуация в районе Авдеевки достаточно сложная. Я сейчас информацию Генштаба, бои ведутся с севера со Старой Красногоровки, Новобахмутовки, Степового, Коксохимического завода и Каменки. Ну то есть на самом деле бои продолжаются активные, да, вот эта смена там какого-то определенного характера и акцента, на самом деле действительно мы за этим следим, анализируем, но также не должны забывать, что там, где якобы враг как-то что-то где-то ослабевает, но это ничего не означает на самом-то деле. Но есть все-таки смена определенного характера и тактики. Я так понимаю, что определенные какие-то неудачи со стороны российского оккупанта на земле заставляют менять здесь тактику. Вот начальник Донецкой областной военной администрации, хочу процитировать, Вадим Филашкин, только за две недели 2024-го оккупанты сбросили около 250 авиационных бомб на Авдеевку, при том за весь 2023 цифры по городу нанесли 146 авиаударов. Ну, если просто коротко констатировать, насколько я понимаю, противник использует свои преимущества в воздухе. Да, безусловно, это очень важно на этом акцентировать внимание. Генерал Тарнавский, командующий нашей группировки ВОЗ, который занимается обеспечением деятельности наших воинов, которые ведут бронительные бои в районе Авдеевки, он делает акцент на том, что в последние несколько дней россияне особенно активно начинают использовать авиационные компоненты. Почему? Ну, во-первых, мы там имеем достаточно такую сегментированную ситуацию с системой противоизвестной обороны. Там просто территориально крайне сложно размещать наши корпусы ПВО. Враг в замене весьма-весьма внимательно следит и при первой же попытке будет пытаться уничтожить. Поэтому мы вынуждены маневрировать нашими силами и средствами, а это не позволяет нам иметь надежный отзонтик противоизвестной обороны Авдеевки. Соответственно, россияне используют достаточно большое количество управляемых авиабомб. Буквально за двое суток враг запустил в сторону нашего защитника порядка ста управляемых авиационных бомб. Я к тому, что, собственно говоря, вопрос и ресурсов, он весьма-весьма актуален. Вспомнил недавнее заявление французского министра обороны, который декларирует, что в ближайшее время каждый месяц Украина будет получать порядка 50 управляемых бомб в месяц. То есть, с одной стороны, 50 авиационных управляемых бомб от наших французских партнеров в месяц. И, соответственно, за руководство, объявляет цифру 100 авиабомб, который в течение двух суток отправляется по нашим позициям со стороны противника только лишь на одном участке фронта. Безусловно, соотношение сил и средств несопоставимое. Про определенный баланс ресурсов пока речь не идет. Но надеюсь, что, как говорится, лед отронется с мертвой точки, и мы в ближайшем результате услышим хорошие новости как от наших заокеанских партнеров, так и, соответственно, партнеров наших западноевропейских. Потому как очевидно, что техника вооружения и припас к этому вооружению является ключевым аспектом, который позволяет нам очень уверенно становить в будущем ресурсы, которые требуют ежесуточно, ежечасно украинские силы обороны, к сожалению, украинская оборона промышленность не способна производить нужных подъемов. А это значит, что мы практически зависим от военной политической помощи со стороны наших западных партнеров. Владислав, еще один аспект, стратегический. На этот раз Financial Times вышла со статьей о готовности Украины, в принципе, подготовке Украины к такому аспекту, такому термину, попрошу вас его разъяснить, как активная оборона. Наши зрители могут ознакомиться с ним на сайте Financial Times, собственно, называется, так и называется, вот этот материал, активная оборона, как Украина, будет бороться, я, наверное, изменю заголовок этой статьи, будет бороться в 2024 году, в 2024 году. В том числе идет заявление о том, что российско-террористическое государство готовится к контрнаступательным действиям, наступательным действиям. Уже к этому лету, чуть позже об этом мы, собственно, скажем. Но давайте начнем с активной обороны. Что предполагает собой вот эта активная оборона? Как в этой системе активной обороны, в том числе, будут содействованы те фортификационные сооружения, которые уже есть на территории Украины? Активная оборона призвана, в первую очередь, максимально стачивать боевый потенциал противника. Ведь сторона, которая находится в оборонительной позиции, она всегда нечегократно меньше. Это не же сторона, которая пытается штурмовать те самые оборонительные позиции. При условии создания полноценных и грамотно созданных инженерных фортификаций, этот процесс и соотношение потерь наступающей стороны обороняющих кратно возрастает. Вспомним наши сложности во время реализации летнего плана наступления в ходе минувшего года наступательной кампании на юге Запорожьей области. Тогда мы буквально уперлись в мощные сети инженерных фортификаций, в медные поля противника. И, собственно говоря, успех продвижения наших сил и средств измерялся буквально полугода десятков километров. В настоящее время мы пытаемся реализовать примерно такую же тактику на разных участках фронта. Активно ведутся работы с созданием сетей, блиндажей, окопов, многовременных и дневных точек. Собственно говоря, они и призваны создать практически непреодолимые условия для продвижения российской армии. В таких условиях, находясь в стратегической обороне, а де-факто в активной обороне, мы имеем возможность, а, в первую очередь, системно и металлическо уничтожать все, чтобы мы уничтожили подразделения противника, а в свою очередь проводить небольшие вылазки, проводить небольшого, скажем тактического уровня контрнаступательного обороны, которые также призваны уничтожать противника для того, чтобы создавать более практически выгодные позиции для ведения той самой маневренной обороны. Очевидно, что в ближайший год нам будут необходимы для того, чтобы накопить достаточное количество ресурсов. Для этой наступательной кампании основательно выхлопила боевые возможности поиска армии. Нам необходимо готовить личный состав, нам необходимо закупать или получать в рамках военных технических сотрудничествах бронетехники, в том числе и танки. Нам необходимы дополнительные средства артиллерии, боеприпасы к этой артиллерии. Безусловно, кейс усиления наших возможностей радиоэлектронной борьбы крайне важен, потому как мы видим, насколько активно противник сейчас использует разного типа дроны, в том числе и разведывательные дроны, оборудованные специальными приборами, которые позволяют этим разведывателям дронов так же быть эффективны ночью, как и днем. Соответствующие тепловизионные устройства создают немало проблем и для наших лоббистов, и для наших эвакуационных подразделений, равно как и для тех подразделений украинской армии, которые проводят ракарты под покровом ночи непосредственно на линии боевого страхования. Вызовов нынешнему российскому украинскому противостоянию становится все больше и больше. И в принципе нынешняя война все больше и больше получает признаки войны четвертого поколения, когда на поле боя в военстве разной беспилотной платформы, когда высокоточные оружия, ракеты, артиллерии, артиллерии снаряды все более и более занимают такую весомую составляющую введения английских дуэли, контрабатарейной борьбы. Собственно говоря, именно наличие соответствующих технологических решений и технологий позволяет нам достаточно уверенность в будущем. Тут у меня есть надежда и на нашу коллаборацию с западными партнерами, но и на возможности украинского оборонно-промышленного комплекса. Ведь заявления наших ключевых и военно-практических лидеров, и представителей оборонной промышленности, они весьма однозначны. Мы работаем над созданием армии ударных дронов, мы работаем над тем, чтобы иметь максимум возможностей на поле боя. Потому как ввести оборонительные барьеры, опираясь исключительно на бронетехнику и артиллерию, история малоперспективна. Перспективна, потому как нужны современные технологии, которые будут позволять нам увеличивать маркировок российских потерь кратно больше, нежели этого получается сегодня. В готовности российско-террористического государства, собственно, источники Financial Times пишут о планах России на Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области. Скажу так, в Украине, давайте так, об этих планах прекрасно знают. Еще до начала так называемой СВО, так называемой, естественно, еще раз повторю, в принципе, от цели захватить территорию Украины полностью Владимир Путин не отказывался. Но, что важно, оперативная готовность, вот этот аспект, на чем, собственно, нужно сделать акцент. Готово ли российско-террористическое государство от попыток стесать свою армию возле Авдеевки перейти к попытке оккупировать сразу же несколько областей, крупных областей Украины? Украины? Херсонская, Запорожская область, Луганская, Донецкая, Харьковская? Как вы считаете? Ну, во-первых, я хочу успокоить нашу аудиторию. Financial Times делает еще акцент на том, что вполне вероятно, что этим летом будем пытаться атаковать и оккупировать, соответственно, украинский Харьков и Киев. Не случится этого. При наличии тех ресурсов, которые в настоящее время располагает российская армия, ресурсов в нем этих критических, и хватит для реализации этих планов. Сможет ли в ближайшей перспективе Российская Федерация призвать в своей ряду еще порядка 400 тысяч российских граждан, дабы соревновать дополнительные силы и средства, чтобы реализовать в перспективе этот самый план? Такого варианта исключать нельзя. Сейчас есть немало сигналов о том, что, скорее всего, после окончания выборной кампании, президентской выборной кампании в России может активизироваться крейс массированного призыва в ряде российской армии граждан же Российской Федерации. Чему это приведет? Ну, безусловно, российская армия, имея людские ресурсы, будет пытаться трансформировать свои численные преимущества в какие-то либо территориальные преобладения. Именно поэтому я и делаю акцент на том, что в этом противостоянии мы вряд ли выдержим исключительно живой силой это противостояние. А вот те современные технологии, которые нам будут позволять буквально перемалывать все больше и больше партий России в ВИЧ-момбеках, это как раз тот выбор, не создавшийся ситуацией, на которую я рассчитываю. Поэтому нам нужно вооружение современное, высокотехнологическое, высокоточное, дальневойное. И нам необходимы соответствующие технологии, которые нам будут позволять, с одной стороны, душить все средства артиллерийского и дурного поражения со стороны противника, ну и, соответственно, нам необходимы те самые средства, которые позволят нам уничтожать вражескую логистику на больших расстояниях, на расстоянии до 300 километров. Это, значит, актуален кейс ракет, штаншедов, скальпы, Таурусы, ну и, соответственно, атаковцы. Надеемся, что наши западные партнеры наконец-то нас услышат, и мы в достаточном количестве получим все то, что необходимо нам для нашей победы на вбрагон. Ислав, и в конце. Это не стратегический, скорее всего, аспект, а, возможно, как я вижу сейчас, это тактика тысячи порезов, но, тем не менее, русский добровольский корпус это группа, напомню, российских патриотов, которые не хотят видеть ни президента Путина, ни других его приспешников во главе своего государства, российские патриоты, сообщили в своем телеграм-канале о том, что они, разведгруппа РДК, 18 января провела засаду на транспорт российской армии, как я понимаю, силовиков, скорее всего, армии, в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил, собственно, телеграм-канал русского добровольского корпуса. Мы ждем какие-то детали, непосредственно, не только от командования, РДК, но и, собственно, хотелось бы увидеть кадры, как проводилась вот эта операция. Какая здесь, можете пояснить нашим зрителям, в том числе гражданам Российской Федерации, напомню, и в том числе россиянам, которые не живут на территории России, и всем европейцам, которые знают русский язык и смотрят, сейчас телеканал Freedom. Зачем? Вот обычный, простой вопрос, с какой целью проводятся русскими добровольцами вот такие операции, которые, по идее, не могут сломать, да, от российских возможностей, но тем не менее, проводятся. Мне кажется, ключевая миссия, которая возлагается на эти информационно-силовые акции, продемонстрировать всему миру и кричит россиянам, что русская авось и русская, а что мы можем сделать, в этом случае не работаем. Воины, патриоты, добровольцы с риском для жизни реализовывают эти самые информационно-силовые акции, дадут продемонстрировать жителям, гражданам Российской Федерации, что вооруженное сопротивление к путинскому режиму, оно реальное, оно эффективное и оно дает результат. Да, это та самая тактика мелких порезов, которая не позволит тут и сейчас уничтожить путинский режим, но она позволит его в какой-то степени ослабить. А если мы эту тактику информационно-силовых операций соединим с тактикой дроновых атак на разные военные объекты на европейской части Российской Федерации, на объекты критической энергетической инфраструктуры Российской Федерации, которая обеспечивает дипломы электричества, и вражеские военные объекты, и объекты Российского оборонно-промышленного кокрасу, то я думаю, что такая тактика может дать тот самый ожидаемый результат. Российская Федерация в КОРОС нагрели на ногах. Ему нужно просто лишь немножко подсобить в том, чтобы этот КОРОС рухнул, похоронил под собой и путинский режим, и непосредственно Легера Путина, и все его окружения. Но над этим надо вопросом постоянно работать, в том числе и выполнять такого рода информационно-силовые операции, которые реализовывают и Виктория Свободы России, и Русский Докровочный Борус. Владислав, спасибо вам огромное за участие в эфире Фридом. Рады вам тут всегда, рады вашему анализу. Напомню, что Владислав Селезнев был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова